Всем привет! Мы с вами снова в магазине IKEA Нижний Новгород. Сегодня по просьбе одного из наших подписчиков мы подготовили для вас детальный обзор по креслу Stradmont. Его еще называют креслом Людовика, по-моему, 14-го, короля солнца. Могу ошибаться, если ошиблась, поправьте в комментариях, не обидимся. В общем, показываем, рассказываем подробно, детально все, что можно максимально рассмотреть, рассмотрим. Пойдемте. На данный момент линейка этих кресел представлена в пяти цветах шоколадный, бежевый, насыщенно синий, желтый и серый. У каждого кресла есть пуфик в цвет. На данный момент в IKEA Нижний Новгород кресло стоит 12 999, до этого цена была 14 999, то есть ценник снизили на 2000. Экономия, ну, небольшая, но тем не менее. Гарантия 10 лет на данное кресло, гарантию IKEA предоставляет бесплатно. Пуфики стоят 5, в принципе, так они и стоили. Цены на пуфики неизменны уже, наверное, на протяжении нескольких лет. Пуфик. Ну, всю эту информацию вы, в принципе, можете прочитать и сами на сайте, да, поэтому, я думаю, будет более интересно, если мы вам покажем, расскажем, открутим отверстие все, что можно у этих кресел. Мы заранее уже подготовили пуфик. Давайте сначала покажу на примере данного пуфика, а потом уже перейдем к креслу. Так. Смотрите, то есть, ну, небольшой вес, да, то есть я одной рукой спокойно поднимаю его. Пойдем поближе. Значит, вот эта вот нижняя часть. Приходит все уже в собранном виде, собирать ничего не нужно. Единственное, что только вот эти вот откручивающиеся ножки идут отдельно. Все откручиваю. Одну ножку. Ножка из массива. Массив разный. В каких-то креслах массив буков, каких-то массив лиственницы, но везде такой плотный материал, то есть сосны нет. Долго, упорно надо откручивать. Вот такие длинные штыри. Раскрутила. Значит, вот сама ножка. Вот видно, да, что это массив, что это не клееное дерево. Такая вот заглушка. То есть вот это вы распаковали, из пакетика достали заглушки, достали ножку и монотонно вкручивать. Это, в принципе, вся сборка, которая уйдет что у пуф, что у кресла. Теперь давайте детально посмотрим обивку, нюансы и прочее. Потому что у нас кресло, конечно, и кресла, и пуфки очень удобные. Посижу, сейчас покажу, все расскажу. Но, тем не менее, идеального ничего нет, в том числе и у Ikea. И даже у данного кресла при желании можно найти небольшие огрехи. Но у нас нет цели показать вот именно минусы. Мы хотим вам все-таки такой детальный обзор, честный. Так, прикрутила я ножку. Все, замечательно. Теперь давайте смотреть по обивке. Значит, сама ткань закреплена на мебельный степлер. Причем, смотрите, какой нюанс, да, все-таки изготавливается на заводе, нельзя диван делать в гараже. Раз, два, три подряд, промежуток, промежуток. Здесь как будто не хватило, да, кто-то пожадничал скрепку. Со временем все равно вот эти части задираются. Поэтому, ребят, ну, хотелось бы все-таки пуфик за 5 тысяч, чтобы он сделан был аккуратно. Мы не говорим про идеальный, но соблюсти все-таки технологию нужно, да. Теперь давайте покажу шов. Это просили. Вот смотрите, желтый, да, то есть сразу хочу перейти к цвету. Желтый красивый, шикарный, но у этого пуфика нет съемных чехлов. Что у пуфика, что у кресла. Поэтому, прежде чем решиться на покупку чего-то яркого и светлого, вы не сможете его должным образом почистить. То есть, либо вы здесь применяете химию, губку, остаются следы, то есть вы стираете вот эту вот ткань, ну, либо накрываете. Я, например, не люблю покупать мебель, там, стол, что-то, ну, что нужно купить, закрыть, чтобы вот, не дай бог, не испачкалось, да. Вы это эксплуатируете, в основном у всех дома есть дети, но ни за что не уследите. Поэтому вот какая грязь на желтом. То есть, если это сейчас все оттирается, а средствами будут в любом случае разводы. Эти моменты учитывать. Слюбихим чистку на дом вызывать. Так, давайте переверну его, что-то стоит бедный, несчастный. Пуфик сделан для удобства, чтобы вы сели на кресло и положили на него ножки. Так, кстати, помимо большого кресла, сейчас мы к нему дойдем, рядышком есть еще малыш. Детская за 9000. Детская у нас только в одном цвете, только серенькая. Причем, я думаю, я смогу, да? Тяжеленькая, кстати. Разница по цвету есть и разница по цвету приличная. То есть, детская более светлая и детская из более гладкой такой тканюшки идет, чем вот, например, серая взрослая. Кстати, серый в этой ситуации более практичный цвет. Вы можете его обыграть, в зависимости от сезонности. Подушки, пледик, то есть, ну, какие-то мелкие аксессуары, когда кресло будет уже смотреться по-другому. И грязь. Вот здесь вот, вот если сильно приглядываться, вот эти вот засаленности вот на камере, особенно их видно. Но они так не бросаются в глаза, как, например, грязь на желтом. Так, давайте перевернем дружка. Посмотрим, что у нас внутри. Вот, смотрите. У взрослого вот эта вся часть открыта. Мы, конечно, дойдем до него, покажу. Вот детская мне нравится, как сделано. То есть, все закрыто, все хорошо скреплено, то есть, много узлов. Вы с полной уверенностью знаете, что детеныш у вас ничего не разломает. Видно? Вот это внутренняя часть. Также у нас откручивается ножка. И, кстати, такой нюанс, смотрите, вот у взрослого, сейчас покажу отдельно на взрослого. Спинка выходит. И вероятность перевернуть кресло выше. Вот у детского ножка по соотношению к тушке, вот так, ну, давай на большую камеру, наверное, на мою не видно будет. То есть, смотрите, о чем хочу сказать. Вот у взрослого этот угол, он больше. У детского вот она ножка. И вот насколько эта часть уходит. У взрослого больший угол, и хотя и детское при желании можно, да, то есть, если ребенок, например, одной ногой стоит на полу, а другой опирается коленкой, а часть кресла, то есть, условно, вот так, да, хоп, оно легко переворачивается. Вес у него не сильно большой, то есть, при желании его можно тягать. Так, пуговички. У меня сегодня съемка «Бешеный фотограф» называется. Пуговички, вот их три. Крепко все-таки пришиты. Знаю, клиенты рассказывали, сколько детки не пытались оторвать, ничего не выходит. Ну, есть огрехи, да, по тому, как это сделано. Вот, допустим, вот здесь залом по ткани. Я бы, вот, допустим, сказала, что это все-таки дефект, хотя, в принципе, здесь точно такой же симметричный залом. Ну, вот этого не должно быть, да, все-таки. Кресло немаленький ценник стоит, тем более оно детский, ребенок быстро возрастает, и, ну, десятилетняя, вот, например, у нас десятилетняя дочь, метр шестьдесят, она в это кресло уже явно не влезет, то есть, пять-восемь лет, ну, в зависимости, опять же, от ребенка. Нашла небольшой нюанс, какого, в принципе, я считаю, быть не должно. Товарищи, кто шьет? Я думаю, вы мне скажете, что это, да? Ну, вот так вот, ну, видно его, особенно если вы ставите кресло не к стене, оно где-то в середине интерьера стоит, посреди комнаты, это будет очень видно. Я не говорю, что я прикапываюсь, просто я показываю, вот, выставочный образец, какие нюансы есть. Не факт, что, допустим, на том кресле, которое купите вы, такие нюансы будут. Ну, вот, сами видите, они имеют место быть. Что, малыша возвращаем на место? Ну, я бы не сказала, что, ну, прям вот уж легкая пушиночка, мне, взрослому человеку нужно его двумя руками тащить. И пойдемте мы с вами смотреть большое кресло. Я думаю, покажем серое, чтобы... Так, вот у серого пуговички, значит, вот пуговички и сама рогожа. Ткань перекликается с дивана Фрихеттен, которая стоит сейчас 20 тысяч, поэтому, если хотите соединить, вполне можно. Показываю швы, бока. Но я считаю, что взрослая сделана более аккуратно. Если, смотрите, разница, да, опять к цене я прикапываюсь, это 10 тысяч стоит детская, 13 взрослая, разница всего в 3 тысячи. И еще один из плюсов у взрослого. У него съемная подушка. То есть, в принципе, самая пачкающаяся часть, она снимается, и она на молнии. То есть, при желании можно почистить. Хотя машинная стирка не рекомендуется. Сейчас я вам открою, покажу, какой здесь пенополиуретан. Так, значит, друзья, вот такой вот слой утеплителя. Сама ткань. Ткань. Вот она, сама ткань, молния. В принципе, неплохо сделана. И наполиуретан. Здесь, получается, два слоя. Они между собой склеены. Ну, они одинаковые по плотности совершенно. Я думала, до этого стояла, их трогала как будто. Ну, не знаю, такое все равно. У меня чувство, что вот верхняя, да, верхняя часть, на которой сидим, она помягче, нижняя пожестче. Возможно, так должно быть. Сейчас посмотрим у другого кресла. Так, возвращаю все на место, застегиваю. Ну, вообще, в инструкции на сайте написано, что ткань данную не стирает. Поэтому либо химчистка, наверное, либо какая-то сухая чистка. Потому что вот сейчас я одевала чехол обратно. Одевается он в натяг, то есть тяжеловато. Я думаю, если после стирки будет деформация, даже на такую маленькую подушку будет сложновато одеть. Возвращаем подушку в исходное положение. Нет, не возвращаем. Покажу, что внутри. Значит, вот у нас внутренняя часть. Вот сама спинка. Видно, да, ее толщина. Вот. Чуть-чуть мусора и крошек. Но это и при домашней эксплуатации видно. Так, здесь у нас пружины. Вот сейчас мы до них дойдем и покажем изнутри, что. Теперь точно возвращаемся в исходное положение. Так. Мне нужно найти место, чтобы опрокинуть кресло, не опрокидывая его на пол. Пойдем сюда, наверное. Вот смотрите. Вот то, что мы смотрели в детском. Нет, неудобно, не видно. Так, ребят, мы на одну камеру, потому что физически неудобно. Значит, смотрите, вот она пружина, которая дает плотность и упругость, да. Вот вы видели, что детская, что пофиг, они закрыты вот коробом. Здесь не закрыты. Я считаю, что это минус. Все-таки должна эта часть быть закрыта полностью. Никакого соприкосновения ни с чем не должно быть, потому что кошки, детки и так далее спокойно могут подлезть. И все это дело либо повредить, либо повредиться сами. Здесь реально не хватает закрытой вот этой части. То есть вот, была бы такая же доска, как у детского, закрытая, все было бы шикарно. Вот это я считаю все-таки минус у данного кресла. Так. Ну, проклепано более-менее. Что-то тоже. То есть, в принципе, в этом плане нареканий нет. Ну и по весу. Не такое уж оно и тяжелое. То есть вес средний. А прокинуть тоже, в принципе, можно. Мы цвета все показали? Подробно? Ну что ж, внутри мы разобрали кресло со всех сторон. Давайте я вам сейчас более близко покажу фактуру цвета. Коричневое. Это кресло больше всего нравится нашему оператору, именно вот в этом цвете. Мне почему-то нравится серое. Ну, либо желтое. Хотя желтое, наверное, я бы не рискнула домой. Хотя, в зависимости от того, какое семейство, как будете эксплуатировать. Так, ловлю цвет. Бежевая. Вот здесь более-менее. Синяя. Синий. В комментариях напишите, кому какой цвет больше всего понравился. Мне вот почему-то больше нравится синий. Но применить, честно, я этот цвет даже не представляю, как. Бежевая. Нет, что-то камера, мне кажется, темновато получается. Сейчас попробую, где цвет побольше. Ну, вот, наверное, более-менее адекватная цветопередача. Так, желтая. Сейчас, ребята, еще зафиксирую другую часть. Вот тут более-менее. Извиняюсь, что бегаю туда-сюда, но я думаю, что цветопередача реальная более важна, чем то, как я это делаю. Коричневая. Ну, и напоследок серая. Ну что, про кресло Стардамон мы вам рассказали. Показали, развертили, развертели. Поэтому ждем ваши комментарии, кто пользуется уже данным креслом. Плюсы и минусы, какие вы видите в этом кресле. Чем нравится, чем не нравится. Ребят, поделитесь, как эксплуатируется. Все-таки 10 лет – это очень приличная гарантия. Мало мебельных магазинов и фабрик дают такую гарантию на свои кресла. Поэтому хотелось бы именно живые отзывы. Я знаю, что раньше были другие цвета. Помню, мы их привозили. Были очень красивые бирюзовые кресла. Знаю, что с Европы и красного цвета привозят кресла. То есть, в принципе, цветов очень много у этих кресел. Ждем ваши живые отклики. Еще раз спасибо, что проявили интерес к нашему обзору. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok